Вряд ли кому-нибудь из вас понравится идея попасть в морг, пока вы еще смотрите это видео и способны дышать. Но именно туда, в старые мрачные холодные трупохранилища, мы сегодня и заглянем. Итак, это самые жуткие заброшенные морги. Поехали! Это место было построено в 1898 году, а покинуто в 1994. У здания есть целая история. Это была одна из самых больших больниц в Германии. Во время Первой мировой войны больница была преобразована в военный госпиталь, где можно было поместить больше чем 12,5 тысяч солдат. В этой больнице лежал Адольф Гитлер в 1916 году. После Второй мировой войны в 1945 году больница была передана русским военным, которые использовали ее в своих интересах до 1994 года, прежде чем обречь ее на разрушение. Место в настоящее время перестраивается. Эти помещения выглядят так, словно здесь только что производили аутопсию какому-то трупу далеко не первой свежести. Вы только взгляните на эти отвратительные лужи на полу. Не исключено, что в лужах коктейль из формальдегида, органических отходов и воды, которые мывали тела. Эта больница служила также убежищем, но сейчас она закрыта и забита досками. В больнице была специальная палитра цветов. Зеленая, единая для всех помещений, даже для морга. Жутковатое место. Этот стол будто ждет своего следующего трупа. А на этих темных и тоскливых кадрах вы можете увидеть не только таблицы, где расписываются результаты вскрытия, но и столы, где проводилось само вскрытие. Здесь проходили и другие необходимые процедуры. Так здесь можно даже увидеть приспособление для взвешивания органов. Этот морг сильно разрушен и, кажется, возвращается к природе. Листья усыпали все таблицы вскрытия и пол. Но есть и нечто абсурдное здесь, с телефоном, оставшимся на столе, как будто он ждет кого-то. В окрестностях этого морга патрулируют бригады британской армии, что затрудняет исследование здания. Этот стол для вскрытия – это, возможно, стол для исследования трудных тел. В случаях, когда тело было в воде в течение длительного времени или разложилось до такой степени, что необходимы специальные воздушные фильтры для патологоанатома, чтобы он смог работать. В этом госпитале умерло более трех тысяч человек с момента его открытия в 1892 году и по 1954 год, когда здание было заброшено. Почему так много? Дело в том, что остров Эллис служил своего рода воротами в Америку для миллионов иммигрантов со всего света. Естественно, многие из них были больны. Премьера на первом Всем привет, меня зовут Евгений Колесов, и мы с вами продолжаем постигать Китай. А у вас в спальне мясо висит? А вот это теперь я, председатель ЦК КПК. Здесь можно жить. Открытие Китая. С 28 февраля на первом.